Подозреваемые в подготовке теракта задержаны в Германии. Трое выходцев из Алжира, двое мужчин и женщина, предположительно связаны с запрещенной во многих странах, в том числе и в России, группировкой ИГИЛ. Операция по их поимке проходила сразу в нескольких регионах. Одного задержали в Берлине. По данным местных СМИ, в немецкой столице подозреваемые планировали атаку на Александр Плац. Еще двоих взяли под стражу в земле Северной Рейнфестфалии. Там находится Кёльн, где как раз сегодня стартовали знаменитые карнавалы. В этом году торжества проходят при беспрецедентных мерах безопасности. Все боятся повторения новогодних событий. О том, как проходит празднование и какое настроение царит в городе, репортаж Ивана Благова. Сегодня в Кёльне женский день. А это значит, что согласно традиции, сегодня дамы бегают за мужчинами с ножницами. И если вы надели галстук, то будьте уверены, вам его укоротят. Зато вы получите компенсацию. Призывы полиции не одеваться в пиратов, штурмовиков империи и не приносить с собой предметы, похожие на оружие, были полностью проигнорированы. Сперва даже может показаться в этом году все как обычно, но потом понимаешь, сколько женщин и мужчин пришли в костюмах секьюрити, агентов ФБР и полицейских. Своеобразная реакция на новогодние события, когда полиция не смогла защитить женщин. В прошлый раз мы были наряжены в жирафов. В этот раз мы хотели бы что-нибудь другое. Мы подумали, что раз в Кёльне сейчас актуальна тема безопасности, много всего происходит, то мы защитим Кёльн. Люди веселятся, они абсолютно расслаблены. Ни одна из запрошенных нами женщин, например, не сказала, что сегодня она чего-то боится. Мы тут из-за четырех тысяч полицейских. И где они? Не скажете? Мы их ищем. А вообще раньше мы не чувствовали себя такими защищенными, как в этом году. Меры безопасности действительно небывалые. Порядок во время карнавала будут обеспечивать две с половиной тысячи полицейских. Это в три раза больше, чем в прошлом году. Тем не менее, некоторые мужчины, участники карнавала, все же держатся на стороже. Мне не очень спокойно, так как я слышал из новостей, что среди полицейских много курсантов. А курсанты пока не подготовленные полицейские. Поэтому я могу представить, что будут плохие новости. Мигрантов в толпе немного. Большинство из них носят желтые жилеты сотрудников безопасности. Они помогают полиции следить за порядком. Хотя многие не говорят ни по-немецки, ни по-английски. Вокруг самого Кёльнского собора сегодня выставили карнавальное оцепление. Большая проблема. Пьяные мужчины оскверняют главный символ города. Мужчины справляют нужду на собор. Мы считаем, что это неприемлемо. Поэтому мы думаем, что нашему храму нужна охрана в нашем лице. Охрана участников карнавала. Карнавал в этом году имеет огромное политическое значение. Если новогодний кошмар повторится, последствия для властей сложно даже представить. Накануне вечером были опубликованы результаты опроса общественного мнения. Он был проведен по заказу телерадиокомпании АРД. Опрос показал, 81% жителей Германии считают, федеральное правительство не контролирует ситуацию с беженцами. Все эти настроения отразились и на традиционных карнавальных платформах. Вот Европа целует ноги турецкому президенту Эрдогану. А вот Ангела Меркель ломает зубы об орешек с надписью «Беженцы». Проблемы фундаментальные. Сложно выслать даже тех, кому уже отказали в убежище. Мы не можем их отправить обратно, потому что они дают ложные сведения в отношении своих имен и национальностей. Вы не можете их выслать, потому что родные страны их не принимают. Они не принимают их, потому что говорят, это не наши граждане. У самого Вольфганга Босбаха три дочери. Две из них прошли курсы самообороны, но все равно отказались ехать на карнавал. Впрочем, пока здесь все спокойно. Рядом с фрау Инсекьюрити Пойнт сюда должны обращаться те женщины, на кого напали. Скучают сотрудники соцслужбы. Они надеются, работы у них сегодня не будет вовсе. Иван Благодмитрий Волков, Ольга Ледовская, Мария Михневич, Первый канал, Кёльн.